Да, вот теперь доброе утро. Прошу прощения, что перекинулось немножко не на ту презентацию. Итак, мы с вами начнем. Сегодня рассмотрим теорию ограничения систем или что скрывает бутылочное горлышко. Замечательная теория, автор ее Ильяху Голдрад, бакалар Тель-Авивского университета, доктор философии, но это в Израиле университеты. И у него есть несколько книг, которые переведены на русский язык, и я вам... Да, обязательно будет выложен. Я вам настоятельно рекомендую их почитать. Но мы с вами не будем все рассматривать, потому что на самом деле система достаточно объемная. То есть в цели, которую мы сейчас посмотрим, вот книжка «Цель», вот она выглядит так. Сейчас я вам ее покажу. Вот она. В цели 1984 год заложены основы, что нужно делать в случае, если у нас наличствуют ограничения. А на самом деле ограничения в системе наличствуют всегда. Они есть просто всегда. Поэтому я рекомендую. Следующие книги, они посвящены в большей степени... Ну, тоже очень интересные, тоже замечательные книги. Они посвящены еще дополнительным аспектам, связанными с мыслительными процессами. А как выявить это ограничение, раз, так, и как прийти к правильному решению. То есть Ильяху был сторонником того, что компромисс — это не то, что мы ищем. Это не тот идеал. То есть всегда существует решение, как он считал, что всегда существует решение, которое приведет к пользе обоим. Обе стороны от этого решения выиграют. То есть вин-вин, так называемая. И у того и другого победа. Эти книги «Цель 2. Дело не в везении». «Цель 3. Необходимо, но недостаточно». Критическая цепь, я так и знал, теория ограничений для розничной торговли и выбор правила Голдрата. То есть вот некоторые книги у меня есть, не всех, конечно. Выбор правила Голдрата. Он, ну как бы, на самом деле написала его дочь с большими включениями. С большими включениями, ну как бы, самого Голдрата и их обсуждений друг с другом. На самом деле хочу сказать следующее. Хотя мы с вами, ну часто, знаете, как отношение к преподавателям, да, или к теоретикам таким. Вот они там сидят, делают эту там какую-то теорию. И потом, ну а на практике все по-другому. На самом деле Элияху возглавлял свою консалтинговую компанию и вот его счета, его счета измерялись миллионами, да. То есть он делал, действительно делал, действительно помогал компаниям зарабатывать много и намного больше. И намного больше. Приводится, по-моему, да, вот в этой выборе правила Голдрата. Там индийская розничная сеть крупнейшая, они там вывели ее на неимоверную высоту. И французская компания, связанная с одеждой. Там интересный был момент такой, когда он общается с менеджментом, с руководством, и спрашивает, скажите, а вот удвоение прибыли за какой период вы могли бы сделать? Вот тут, там, ну лет за пять. Это максимум при напряжении всех сил. Ну и вот, и начали разбирать пошагово все вот эти вот ограничения, которые существуют, и удвоение прибыли, там утроение прибыли. Не за пять лет, да, буквально вот в течение ближайшего года. Ну, может быть, это как такие вещи, они самые такие яркие, но тем не менее. Что еще? Так, извините, я отключу. Так, что еще? Ну, да, вот цель 2 книга, критическая цепь. Просто, да, я немножко сам подсел. Из сторонних книг я бы вам рекомендовал, если вы хотите туда углубиться, это Ульям Дэтмер, «Теория ограничений Голдрата». Вот такая книжка, она, прямо скажу, нелегкая. Нелегкая, да. То есть это построение мысленных вот этих вот схем, дерево текущей реальности, дерево будущей реальности, как бы разбивание грозовых туч и так далее. Но, как бы, это все мы с вами не будем сейчас обсуждать. Мы посмотрим вот самые, как бы, элементарные шаги, но они не простые на самом деле. То есть, да, и еще хотел бы порекомендовать книжку. Вот эта книжка читается хорошо. «Камбан. Альтернативный путь в agile». Вот. Хотя вроде бы она про управление проектами и для программистов эта книга, но он ее основывает, как бы, на вот системе, на пропускной способности именно системе Голдрата. Вот. То есть, несмотря на то, что она про программистов, рекомендую, может быть, для бухгалтеров и экономистов именно даже в работе своего отдела она очень сильно поможет. Ну вот. Это, по крайней мере, у меня вот такая стопка. Так, а мы начнем. Мы начнем. Сама книга «Цель» была выпущена в 1984 году. И это вторая книга, Татьяна Викторовна. «Камбан. Камбан. Дэвид Андерсон. Автор». Камбан. Камбан. Сюжет простой, ну, как бы, завязка такая, достаточно простая, что, ну, новый директор завода должен его вытащить из там, из убытков, потому что он абсолютно неэффективен, там, группа компаний, и ему дано три месяца на то, чтобы этот подвиг совершить. Если он этот подвиг не совершит, то завод просто-напросто закроют. Так. Вот. И он начинает этот подвиг, встречает своего там старого знакомого, который его консультирует. Вот в этом герое был сам Ильяху, который его консультирует, и постепенно он своими действиями выводит завод. Вот. Книжка читается легко, увлекательно, и я настоятельно рекомендую вам просто даже ее прочесть. Если вы, ну, даже, может быть, не ставить целью себе там, как бы, понять эту теорию или еще что-то, да, ну, вот, просто как приключенческий роман он тоже читается отлично. Да. А три плюсика, кто читал эту книжку, три минуса, кто не читал? Да. Хорошо. Да, молодцы. Смотрите, на самом деле, признаюсь честно, признаюсь честно, я когда сдавал Симу, это был 2010 год, я не читал. Да, я не читал, да, но я там прочитал в учебных материалах все, там этот, там есть сюжет такой, который чаще всего, чаще всего цитируется, который чаще всего вспоминается про то, как группа не пионеров, а как они называются, скауты, да, вот, как группа скаутов идет, вот, в поход, и вот они там растягиваются, там, как бы, вот это вот все. Мы не будем использовать, как бы, этот пример, вы его можете сами прочитать, он потому что самый, так скажем, из, ну, не избитый, ну, вот. Но, к сожалению, он приводит к тому, что теория понимается очень, как бы, однобоко. То есть, вот. То есть, имеется в виду следующее. Мы, допустим, даже на СИМе, ну, везде, вы можете прочитать, что теория ограничений подразумевает нахождение в системе узкого места, да, то есть, что нужно сделать? Пять шагов. Обнаружить узкое место, максимизировать использование узкого места, подчинить все узкому месту, расширить узкое место, и вернуться в пункт ID, один найти снова узкое место. То есть, как бы, узкое место, это плохо, да. Вот. И следствием этого, и следствием этого является желание выравнивать производственные мощности. А как мы понимаем с вами, производственные мощности, они могут быть в чем угодно, да. Это могут быть цеха, у которых есть, как бы, мощность, там, оборудование. Это может быть трудовой коллектив, у него есть определенный объем труда часов, да. Это может быть ограничение по спросу. Это может быть ограничение по площади, там, я не знаю, склада. Ну, какое-то ограничение, оно присутствует. А в IT-компании, безусловно, множество ограничений, Александр. Вот. И по IT-компаниям, я вам, вот да, рекомендую как раз вот эту вот книжку почитать. Дэвид Андерсон, вот этот, Дэвид Андерсон, Канбан. И по IT, ну, это вот вообще самая такая, самая-самая. Сейчас принесу. Извините. Ну, рекомендую вот такую, Scrum. Да, революционный метод управления проектами. Джефф Сазерленд. Это замечательная книга, хотя она немножко не относится к теории ограничений, но она тоже относится. То есть, вот они вот вместе, как бы, очень серьезно дополняют друг другу. Джефф Сазерленд. Книга написана человеком, которому глубоко за 80 читается, как это, как молодой человек писал. Вот, но пока не об этом, да. Ограничения в любой системе, в любом коллективе они есть. Допустим, в бухгалтерии у вас есть какой-то определенный объем труда часов бухгалтеров. Есть, вот он есть просто, да. Является ли это ограничением? Ну, нужно смотреть. Да, да. Вот. Нужно смотреть. Нужно смотреть. То есть, я не являюсь, конечно, глобальным специалистом по теории ограничений. Просто мне это очень понравилось. Я хочу и уже давно хочу поделиться с вами этим. И, ну, может быть, вас это тоже подвигнет на что-то. Итак, давайте пойдем, начнем с самого первого шага. Посмотрим. То есть, желание, как бы, понимание, вот, расширить, конечная цель, как бы, расширить узкое место и выровнять производительности оборудования. Да? Неважно, производительности чего. Оборудования, труда часов, любых ресурсов, которые есть в системе. То есть, как бы, это желание. Насколько вообще оно хорошо и насколько оно плохо? Давайте посмотрим. Идеал ли сбалансированная производство или нет? То есть, условно говоря, любой производственник, когда мы с вами проектируем завод, он направлен на то, чтобы сбалансировать объемы, ну, как бы, мощности производства, да, мощности производства, да, мощности коллектива, которые будут работать там. По большому счету, это может быть неплохо, но нужно понимать некие последствия этого. Давайте посмотрим вот на такой пример. Да, момент следующий. Если мое изображение вам мешает смотреть презентацию, ну, вот какие-то заголовки. Вот, вот тут вот, да, так, нет, вот так, вот, извините, вот так, да. Вот тут есть такая стрелочка в чате. Вы ее можете закрыть, чат сдвинется сюда, и мое изображение тоже поедет. Да, чат закрыть, и тогда будет все нормально. Итак, сбалансированная производство – это идеал или нет? Допустим, мы имеем с вами такую картинку, что мощность цеха колеблется от 70 до 130 единиц в единицу времени. Ну, там, в месяц, в день, в час, неважно, да. Мощность цеха 70-130 единиц. А какая будет средняя мощность? Вот эта вот мощность, она колеблется случайным образом. Мы, как она колеблется, мы не управляем. Дело в том, что вообще понятие управления, оно такое, на любой ресурс влияет очень много факторов, которые мы очень часто не контролируем. И в большой системе ресурсы колеблются, очень часто мощности ресурсов колеблются случайным образом. Итак, вопрос. Какова мощность этого цеха в единицу времени, если колебания происходят от 70 до 130 единиц? Да, ну. Хорошо, на длительном промежутке времени. На длительном промежутке времени. Но 130 не могут быть. Да, 100, 100, совершенно верно. 100. Да, какова производительность? У нас есть поток деталей и, естественно, 100 единиц. Да, то есть усредняются вот эти вот колебания с течением времени. И, как бы, и производительность одного ресурса 100 единиц. В среднем 100, совершенно верно. Момент следующий. В книге есть такой сюжет, так скажем, когда вот они с ребятами, главный герой с ребятами идет вот в этот поход, потом он садится на привале и затеивает как бы с ними игру. То есть у каждого в руках тарелочка такая пластиковая и, как бы, некая карточка, кубик, где... Да, совершенно верно, Елена, совершенно верно. Да, 100, 100 единиц. 70 плюс 130 пополам. У каждого тарелочка вот такая вот и кубик. Каждый выбрасывает кубик. Эта тарелочка мощность, сколько он может там деталей переработать. В качестве деталей выступают спички. Вот. Их там, по-моему, 6 человек сидит. И вот каждый бросает кубик. Если у него выпала шестерка, он может взять себе 6 спичек. Так. Вот. Если выпала у соседа, допустим, тройка, он берет из тарелки предыдущего 3 спички и перекладывает себе. Да. И вот они вот так вот действуют. Ну и в книге там на 2 страницы таблицы производительности и все. Вот. Это случайным образом, что он там происходит. Но мы, конечно, не можем сделать такие, вернее, сесть такими с тарелками. Но мы можем, в принципе, просчитать. Давайте посмотрим ситуацию следующую. Допустим, у нас с вами 5 цехов, да, которые вот выстроены в цепочку. У нас с вами идет поток деталей в каждый цех и мощности каждого цеха случайным образом изменяются от 70 до 130 деталей. Какова в целом производительность системы? Вопрос. Случайным образом, какова в целом производительность системы? Так, как вы думаете? 100, 70, 70, 100. Но давайте посмотрим. Мы с вами можем посчитать. Допустим, такой вариант. Допустим, производительность 100. Мы с вами можем посчитать, когда эта производительность 100 у нас возникает. Когда мы можем обработать, пропустить через систему 100 деталей. А только тогда, когда у нас все производительность всех вот этих вот 5 цехов от 100 до 130. Правильно? Вот когда все они вместе от 100 до 130 у них производительность, тогда мы можем пропустить сотню. Как минимум сотню. Теперь давайте посчитаем. А какова вероятность того, что одновременно производительность всех 5 цехов будет от 100 до 130? 5% в пятой степени, 0,5, да, это вероятность каждого, вероятность каждого в пятой степени 3,125%. То есть, смотрите, вот, в пятой степени, потому что вероятности перемножаются, да, вот события, они перемножаются. 0,5 в пятой степени, 3 целых и там, 1,125. То есть, фактически, мы не сделаем, ну, как бы, вероятность, что мы выпустим сотню единиц, производительность наша будет, она очень мала. Она очень-очень мала. Вот. Скорее всего, производительность будет намного и намного ниже. Татьяна Вячеславовна, смотрите, когда у нас производительность будет 100 единиц, ну, как минимум 100, когда производительность всех одновременно, всех одновременно цехов, будем их так называть, для упрощения, будет больше 100, правильно? Если один из них будет, допустим, 70 или 75, поток не пройдет, сотни не пройдет. Она пройдет сотня только в том случае, когда все больше 100. Вот. А все больше 100, они могут быть с вероятностью 3%. Вот с вероятностью 3%, да, у нас будет мощность, производительность этой системы 100 единиц. Вот. Я просто, чтобы не перекладывать, не это, не играть на тарелочках, честно говоря, я хотел сделать такую вещь, но у меня не получилось в Excel. Вот. Там нужно немножко программировать, а я все-таки не программер, вот, чтобы это изобразить и вот так пошагово это сделать. Потому что там, получается, как бы ссылки, они сами на себя, цикличные ссылки там получаются. То есть нужно делать циклы. Вот. Но со статистикой мы тоже можем это рассчитать. Теперь давайте посмотрим, а когда у нас с вами, какой объем, какая производительность системы у нас с вами вот этой будет. Производительность системы у нас с вами будет тогда, когда вероятность, когда вероятность нахождения вот выше вот некой границы, которую мы еще не знаем, будет 50%, да, свыше 50% всей системы. Либо ниже 50%, ниже этой границы тоже будет 50% вероятность. То есть нам нужно найти вот эту вот границу, где вероятность нахождения системы по производительности выше этой границы будет 50% и ниже этой границы будет тоже 50%. Это найти. Ну, точно так же, по сути дела, производительность каждого цеха от максимума, ну, от максимума вот тут вот, корень квадратный из 0,5. Корень квадратный из 0,5 87%. То есть вот от максимума 87% она будет. Вот. И производительность системы 60 вот этой детали умножить на 87 минус 130, порядка 78 единиц. Вот она, эта производительность системы. То есть реальная ситуация такая, что очень часто, и она так действительно получается, очень часто, когда мы с вами выравниваем, выравниваем объемы производства, ну вот, объемы ресурсов, мы не получаем то, что ожидаем. Почему 60? Потому что разница между 130 и 70, сколько получится? 60. То есть 87% она должна находиться, как бы, выше этой линии. С вероятностью 87%, с частотой, вернее, извините, с частотой 87% производительность должна находиться выше вот этой линии. Вот. А выше этой линии, там, 60 на 87, да? То есть вот от 70 до, там, 78 единиц. Вот. Вот такая логика. То есть, смотрите, ситуация в следующем. Когда мы с вами берем спрос, ну, мы увидим, что вот спрос такой-то, да, и пытаемся сделать систему под спрос, это я еще сделал, как бы, больше, там, от 70 до 130, а многие делают вот так. Спрос, допустим, 100 единиц. Ну, давайте сделаем это, сделаем систему, построим завод, чтобы мощность каждого цеха была 100 единиц. Будем ли мы удовлетворять спрос, вероятность крайне низка. Мы не сможем выпустить 100 единиц. Вот если вы работали на производстве когда-нибудь, да, то вы примерно, ну, высчитывали мощности, да, вот делали калькуляции, в принципе, считается, вот, что производительность должна находиться где-то в размере, ну, вот реальная производительность, где-то 80% от мощности цеха, от максимальной мощности цеха. Очень часто и этого не получается, вот, очень часто этого не получается. Теперь давайте следующий момент. Да, и делается вывод такой, что на самом деле негативные тенденции накапливаются. То есть, сам факт того, что мощность какого-то вот тут вот, какого-то участка будет там 130 единиц, ничего не значит для системы, ничего не значит, потому что мощности других участков в это время упали. То есть, позитивные тенденции игнорируются, негативные тенденции накапливаются. И это очень важный вывод для понимания систем. То есть, ну, в бытовом смысле, в бытовом смысле, если все, если что-то может быть плохо, да, как закон Мерфи, да, если что-то может быть плохо, оно обязательно случится. Вот, и так оно, ну, как бы, ну, может быть, не все, мы видим, что не совсем все 70 единиц, да, но близко вот к этому пределу. Вот. Итак, это по поводу сбалансированности. То есть, если мы хотим удовлетворять спрос, допустим, в размере 100 единиц, мощности должны быть значительно выше. Значительно выше. Пусть даже они сбалансированы. Но по вопросу сбалансированности мы потом к нему еще вернемся, потому что там есть очень важный момент. Итак, вывод первый. Негативные тенденции накапливаются. Мы с ними ничего не сможем сделать. То есть, если они произошли, они только будут делать хуже, хуже, хуже и хуже. Теперь давайте посмотрим на второй момент, который описывается в этой, ну, как бы, в этой книжке. Вот этим вот примером, когда дети перекладывают спички, как бы, моделируя производственный процесс. Представьте, что реальная производительность системы, как мы посчитали, 78 единиц. Мы считаем, что производительность системы 100 единиц. Ну, мы же вот так выровняли ее, да? То есть, от 70 до 130 должно быть среднее 100, считаем мы. И мы начинаем проталкивать в систему поток деталей на 100 единиц. Что у нас получится? Вот. Сергей Николаевич, вам надо клавиатуру переделать на русский шрифт, иначе так не пойдет. Да, что у нас получится? Смотрите, если поток деталей будет 100 единиц, в тот момент, в тот момент, когда вот первый цех... Да, незавершенка, конечно, да. Причем она будет расти. Смотрите, в тот момент, когда первый цех у нас будет иметь мощность 130 единиц, он как крокодил заглотит эти 100 единиц легко и свободно. Протолкнет это дальше. А ситуация может быть следующая. А на втором этапе 70 единиц. Он просто не сможет это прожевать, да, эти 100 единиц. И 30 единиц у нас осядут вот здесь, в запасах. Дальше пойдет. Дальше не важно, какая мощность вот у третьего. Да, если второй прожевал 70 единиц, этот будет жевать. Даже если у него мощность 130, только 70 единиц. Точно так же четвертый и пятый. Да, просто потому что у второго в этот момент взбрело в голову, что у него мощность 70. Но не взбрело в голову, а так случилось. Мощность 70. И в следующий момент, да, в следующий момент, допустим, у этого мощность не 130, да, а там 90, да. И вот он снова заглотил. Он снова заглотил. Теперь у этого мощность выросла. Он проглотил эту партию, но у третьего упало. В этот момент, да. И снова. И, короче говоря, если мы будем в систему подавать 100 единиц, 100 единиц постоянно, там, в единицу времени, да, 100 единиц, система будет эти единицы накапливать у себя. То есть у нас будут огромные, огромная незавершенка. Потому что в среднем выход 78 единиц. В среднем выход 78. И через некоторое время у нас появится такая вещь, что все работает, как бы работает, везде аврал, везде горы незавершенки, да. Да, все. Вот такая вот картина. И это при том, что запасы сбалансированы. Поэтому система, по большому счету, должна быть, конечно, вытягивающей. Да, только то, что мы можем произвести, мы производим и это заказываем. Вот, потому что, ну, ну, а представьте, а что такое незавершенка у нас? Говорит, что идеально, как бы, идеально продукты или сырье и материалы, или там полуфабрикаты, которые уже находятся в системе, они идеально лежат и сохраняются? Нет. Все портится. Даже промышленные изделия портятся. Они ржавеют, они там еще что-то, их же надо обслуживать. Вот, они ржавеют, лежат, там все. И, по сути дела, из этих складских запасов, ну, огромный процент брака. Потом огромный процент брака идет. Ну, многое нужно выбрасывать просто-напросто. Вот, это следствие, это следствие, как бы, вот такого вот непонимания работы систем. Непонимания работы систем. К сожалению, оно очень часто проявляется, реально проявляется. А скажите, а в бухгалтерии как оно проявляется? Ведь мы же не только на заводе, да? Вот каждый из нас там, ну, вот у меня практически, я смотрю по своей статистике, да, на Дипифре у меня учатся 80% главных бухгалтеров. Примерно такое соотношение, ну, допустим, меньше, 60% сейчас у нас здесь присутствуют главные бухгалтера и финансовые директора. Да? Вот, ну, ведущие специалисты, вы все работаете в коллективе. Что происходит у нас? Постоянный аврал, постоянные авралы, да? Вот, то есть, времени нет доделать, да? Постоянно горы, кучи вот этой вот работы, которая не сделана, да? Вот. Многие это чувствуют, это ужасно, конечно. Я согласен. Три плюсика, кто это чувствовал? Что кругом горы работы, что это, и мы все не успеваем, мы не успеваем это переделать все. Вот. Сергей Николаевич, да, это вопрос, скажите, да, это вопрос организации труда. Если вы все не успеваете сделать, скорее всего, у вас все очень, вы просто неорганизованный человек, да? Вот, ну, в жизни всякое случается, вот, и мы, когда, допустим, вы приходите на новое предприятие, говорить о том, что все организовано, невозможно, да? То есть, чаще всего бардак, какая-то карусель непонятная, еще что-то, и вам нужно в этой системе как-то наводить порядок. Да, следующее, что у нас? Да, следствие рост запаса в системе. Что является крайне-крайне-крайне негативным фактором. Теперь момент следующий. Что говорит, как бы, Голдрад? Такая гипотеза. Он выдвигает такую гипотезу, которую он в своей деятельности подтверждает на практике. Каждая система имеет одно, максимум два ограничения. Оно всегда, это ограничение есть. Это ограничение может быть физическим, мощность. Это ограничение может быть спрос. Это ограничение может быть какой-то другой ресурс, там, трудовой ресурс, материальный ресурс. Это ограничение может быть в мозгах руководителя, просто потому что он не понимает. Этим ограничением может быть человек, который принимает управленческие решения и не может их принять с правильной скоростью. То есть, система достаточно сложная и всегда где-то есть ограничения. Всегда где-то есть ограничения. Мы на Сима, возвращаясь немножко к Сима, хочу сказать, что мы изучаем такой момент, когда у нас есть в системе множество ограничений. Когда существует в системе множество ограничений, мы используем систему линейных уравнений. То есть, они достаточно сложные. Вернее так, линейные уравнения простые, и даже Excel их решает. Но само по себе решение линейных уравнений итерационное. Все время приближая, приближая, приближая решение, машина просчитывает и прокручивает эти линейные уравнения, чтобы свести это к какому-то результату. Голдер читает не так. Каждая система имеет одно ограничение, и мы можем его выявить физически, наблюдая за деятельностью компании. То есть, нам не нужен супер-пупер математический аппарат для этого. Не нужны расчеты, иначе этими расчетами мы можем 100 лет рассчитывать и ничего не рассчитаем. Итак, шаг 1. Выявить ограничения системы. Это первый шаг. Причем, это шаг непростой. Тоже непростой. Почему? Потому что на самом деле есть множество ограничений, которые снимаются просто организационными моментами. Вот, допустим, да, Сергей Николаевич там поставил минус. Вот, бардак в бухгалтерии чаще всего снимается организационными моментами. Вот. Вот таким образом. Но есть некие ограничения, которые мы организационными моментами снять не можем. Это действительно, то есть, вернее так, эти ограничения можно снять, но только инвестируя крупные суммы средств, либо усилия. Ну, если касается просто какого-то человека. Вот. Только проведя крупномасштабные инвестиции. И вот здесь вот важный момент. Как только мы выявили такое ограничение, это не значит, что нужно проводить крупномасштабные инвестиции. Вот это путь в никуда. И это очень важный момент. Да? Потому что, скажется так, желание вот пропустить. У нас с вами пять шагов. Выявить ограничения. Да? Оптимизировать ограничения. Подчинить всю систему этому ограничению. И четвертый шаг. Расширить это, убрать это ограничение. И пятый. Перепрыгивание между первым к четвертому. Расширение ограничения. Это путь в никуда. Это просто порождение неэффективности компании. Поэтому ситуация следующая. На первом шаге мы действительно выявляем ограничения. На втором шаге мы с вами максимально максимизируем использование ограничений. Какими способами можно использовать это ограничение? Первое. Контроль над этим ресурсом. Отсутствие простоев. Обязательно формирование буфера запасов. Вот здесь вот. Этой книге в цели ограничивающим фактором был станок. Ограничивающим фактором был станок. И они в результате, естественно, сделали так, что он работал круглосуточно. Сформировали буфер запасов перед ним. Причем, ну там, конечно, в книге интересные моменты. То есть, видно, что человек с производством-то сталкивался. Потому что они там на пяти страницах рассуждали о том, что нужно сделать отсутствие простоев. Все. И вот этот вот консультант как бы приезжает там, супер-пупер дорогой. Да? Ну, говорит, показывайте ваши ограничения. Вот. Те гордо. Мы нашли его. И теперь мы все сделали. Теперь максимально его используем. Они приходят, станок не работает. Почему? Да рабочий ушел на обед. Вот. Вот так. То есть, обедов быть не должно. Да? То есть, должно быть организовано так, что станок, условно говоря, если это станок ограничения, он работал постоянно. Вот. На максимуме. То есть, здесь должен быть контроль, внимание, руководство на этом ограничении. Почему необходим буфер запасов? Хотя мы, как бы, вот в этой системе, мы стремимся к тому, что запасов должно быть минимально. Минимально. Но буфер запасов непосредственно перед ограничением крайне необходим. Почему? Потому что, вот в книге, это используется термин «удар Мерфи». Представьте, что какой-то из вот этих вот цехов, ну там, или ресурсов предстоящих, вот здесь, бьет Мерфи. Что это значит? Его производительность падает до нуля. Бам! И все. Что происходит? Поток полуфабрикатов к ограничению прекращается. Просто все, стоп, стоп, машина. Для того, чтобы ограничение не прекращало работу, необходимы запасы. Но только в ограничении. Но только в ограничении. Вот. Три плюсика, что это понятно. Понятно. Да, три плюсика, что понятно. Вот. Но только в ограничении. Теперь, когда мы с вами оптимизировали работу, оптимизировали работу вот этого ограничения, следующий шаг, мы должны с вами всю систему настроить. Ну, как бы это не следующий шаг, можно делать это параллельно. Но мы эти, как бы, шаги различаем для того, чтобы четко понимать, что второй шаг, мы работаем с самим ограничением, максимально, как бы, повышая его эффективность работы. А следующий шаг, мы работаем с самой системой, мы работаем с самой системой, да, то есть, вот, условно говоря, пардон, сейчас, выявить ограничения. То есть, если у нас система работает, вот это ограничение от 50 до 70 единиц, ну, то есть, вот так как-то, как-то, да, то в среднем мы даем 60 единиц. Вся система выдает 60 единиц. Если мы с вами построим контроль вот над вот этим ограничивающим фактором, да, мы можем поднять, потому что мы постоянно его контролируем. Допустим, его производительность где-то до 68 единиц. Могем, да, потому что постоянно контролируем этот ресурс. Да, и следующий шаг. Необходимо подчинить все системы, все системы ограничению, то есть, все ресурсы, которыми обладает предприятие, компания, этому ограничению. То есть, условно говоря, вот у нас есть поток, который мы делаем, 68 единиц. Заход вот сюда, вот, изначальный там сырья и материалов не должен быть превышать ни в коем случае производительность нашего ограничения. Раз. Второе. Должны быть сняты все неэффективности, с которыми работает ограничение. Допустим, обработка некачественной продукции. Допустим, обработка некачественной продукции. Допустим, что это такое? Допустим, нужно ставить просто-напросто контроль качества перед ограничением, чтобы вот этот ограниченный ресурс не перерабатывал некачественную продукцию. То есть, вообще, некачественное сырье, полуфабрикаты в него не входили. Давайте посмотрим, как это на примере выглядит. Допустим, у нас есть некая система, да, и в ней некое ограничение, и эта система пропускает 100 единиц. Ну вот, вот это ограничение наше пропускает 100 единиц в единицу времени. Естественно, все остальные системы, у нее ресурсы больше, но и они тоже пропускают 100 единиц. Вот, процент брака, который дает каждый цех, каждый ресурс, 3%. Выявляемость брака на уровне контроля качества, так, 80, 90%. Там у меня, видимо, я первый слайд не изменил, 90%. Итак, вопрос. Какова производительность? Какова производительность? Производительность следующим образом у нас считается. То есть, 0,97, если 3% у нас брак, то каждый у нас производит 0,97% нормальной готовой продукции. В пятой степени умножить на 100 единиц, это получится на выходе 85,9, ну, как бы, нормальных единиц продукции. Брак покупателям составит, соответственно, брак, который мы передаем покупателям и который мы не выявляем, да, 10% от всего брака, от 14 единиц, 1,4 единицы. То есть, брак от общего объема, который мы передаем покупателям, продаем, 1,6%. Вот. Для чего эти расчеты? Для того, чтобы сейчас мы продемонстрируем. А что будет, если мы поставим еще контроль качества перед, вот здесь вот, перед узким местом? Что будет? Насколько возрастет производительность? Причем здесь момент следующий. Обратите внимание. Когда мы с вами продаем некачественную продукцию, продаем некачественную продукцию, есть часть расходов, которые, естественно, мы видим. То есть, вот, покупатели покупают 1,4 единицы некачественной продукции за период. И, скорее всего, там, 99% приходит к нам жаловаться. Ну, или какой-то там процент приходит к нам жаловаться, и мы эту продукцию там заменяем, внесем затраты на замену, на доставку, еще что-то. Но огромное количество расходов мы не видим, в принципе. Это потери спроса. Из-за того, что мы на рынок выдаем некачественную продукцию. И эту сумму очень сложно оценить. А она есть. Она есть. Вот. Хорошо. Дальше. Но это немножко так, чуть-чуть в сторону. Итак, мы с вами подчиняем систему ограничению. Поставим контроль качества вот сюда, еще дополнительно. Возможно, это потребует каких-то инвестиций. Но чаще всего небольших. Что у нас с вами получится? Ставим контроль качества здесь. И ставим контроль качества здесь. Можно посчитать, что до ограничения у нас с вами получается, вот которые три вот этих вот, если мы 100 единиц пропускаем, так, то три цеха в целом дают 91,3 единицы нормальные. 0,97 в третьей степени умножить на 100. Да, 91,3 единицы. Брак, который мы не выявляем путем контроля качества, у нас составляет 8,7 всего брак процентов, да, умножить на 10, 0,9 единиц. Поэтому брак в ограничение, который входит, у нас составляет примерно 1%. То есть сейчас мы можем сделать следующее. Мы можем сюда запустить 100 единиц, вот в это ограничение. Причем брак будет 1%. Там уже плохой. Естественно, для того, чтобы запустить сюда 100 единиц, мощность здесь должна быть выше, естественно, да. То есть мы уже здесь запускаем не 100 единиц, а там побольше. Так, Татьяна Вячеславовна, а что не видно? Не видно слайд? Так, три плюсика, если слайд виден. Да, хорошо, слайды видны. Вот. Да, Татьяна Викторовна, либо попробуйте перегрузиться, да, либо этот, так, вот в эту сторону, да, у меня в противоположную сторону. Зайдите на сайт webinar.ru, прямо вот набрать webinar.ru, и там телефоны техподдержки. Можно просто позвонить, и они помогут. Да, спасибо, Сергей Николаевич, но, да, не знаю, как это. Так, хорошо, дальше. Итак, 1% у нас все равно брака сюда поступает. Какова будет производительность нормальная вот этих двух систем? 0,99, да, умножить на 0,97. На самом деле я неправильно посчитал. Сейчас вот смотрю. И надо еще умножить на 0,97. 0,99 умножить на 0,97 и умножить, потому что сам этот тоже портит 3%, и умножить еще на 0,97. Да, получится здесь 93 единицы. Но на самом деле не так важно. Да, вот подход. Я потом поправлю этот расчетик. Этот расчетик. Да, и брак покупателям получается 4 единицы. На самом деле сколько получится? Минус 1. 7 единиц умножить на 10%, 0,7. Брак в ограничении 0,4%. И рост производительности 96 единиц, и у нас было 85,9 единиц. То есть почти на 12% рост производительности. А снижение брака даст нам очень-очень-очень серьезные вещи, связанные со спросом. То есть эффект от качественной продукции, он как бы распространяется. Вот. То есть мы подчиняем все, все любые ограничения административные, все, чтобы вот это ограничение работало эффективно. Вот смысл. Как бы, вот смысл третьего шага. Четвертый шаг. Снимаем это ограничение. Снимаем это ограничение. Допустим, делаем инвестиции туда. Делаем инвестиции, снимаем ограничение. И на пятом шаге ищем новое ограничение. Почему? Да потому что это ограничение всегда есть в системе. Вот здесь на картинке оно как бы выровнено. Но реально в любой системе есть ограничение. Вот. И поэтому именно, вот если мы посмотрим заголовок книги, так, где она? Вот она. Посмотрим заголовок. Цель – процесс непрерывного улучшения. То есть, это не процесс снятия ограничений. Это процесс нахождения ограничения, оптимизация. Оптимизация производства, завода, деятельности. Короче говоря, оптимизация в целом системы. Оптимизация в целом системы. И только после этого, расшивка этого ограничения. Следующая, снова, поиск ограничений, оптимизация системы под это ограничение новая. Вот. И когда мы оптимизируем на каждом шаге, и получается вот это развитие. Потому что ситуация будет следующая. Если вы нашли ограничение и просто его сняли, бардак будет продолжаться. Да, но тут есть какой момент. Какой здесь есть момент серьезный. Что как только вы сняли ограничения, вам необходимо перестраивать все процедуры производственные. Потому что вам нужно подчинять уже все новому ограничению. То есть нужно исследовать, что там за ограничение, почему мы его не можем расшить просто прямо сейчас. Вот. И работать с ним. Уже все процедуры переделываем. Вот. Вот этот вот важный момент. Теперь момент следующий. Какая опасность существует? Опасность очень серьезная. Она сидит в мозгу у нас у всех. Попытка оптимизировать неограничивающие ресурсы. Что происходит? Посмотрите. Представьте, что у нас есть ограничения. И мы производим 68 единиц. А у нас пардон здесь, на предыдущем шаге, мощность 130 единиц. Максимальная. Что делает начальник каждого цеха? Любой руководитель, любого подразделения. Что он делает? Ну, представьте, условно говоря, у вас сидит 10 бухгалтеров. 10 бухгалтеров. И, условно говоря, на 10 бухгалтеров у вас каждый день 10 отгрузок. Ну, документов на отгрузки. И 5 документов, допустим, на это. 5 документов на закупку. И 5 работников. 10 бухгалтеров. То есть, что захочется сделать? Сократить. Конечно, нужно же оптимизировать это все. Ведь, пардон, у нас мощность 130 единиц, а мы выпускаем через этот цех 68. Давайте мы рабочих сократим. Чего они сидят, носу колупаются? Зачем? Как говорится. Вот оно. Это, естественно, желание сэкономить, сделать оптимальным локальный ресурс. Сократить рабочих. Еще что-то сделать. То есть, вырубить, вырезать и продать ряд станков. Зачем они нужны? 130 мощность, когда у нас ежемесячно она идет всего 68. То есть, ситуация в следующем. И ведь у нас вся логика направлена на это. Оптимизацию. Ведь любого руководителя подразделения будут ругать. А почему у тебя, ты же несешь затраты, ты платишь работникам заработную плату. Они у тебя сидят 3 часа в день. Допустим, 5 часов работают, а 3 часа в день в потолок смотрят. Да, что нужно сделать? Сократить расходы. Вот. И Голдрад говорит, что это крайне ошибочная и вообще невероятно глупая вещь. Пытаться оптимизировать каждый локальный ресурс. Вот. Это очень серьезная ошибка. Второй вывод, который нужно сделать, что система с локальными оптимумами не оптимальна сама по себе. Она не может выдать необходимую производительность. Почему? Да. Потому что существует следующий момент. Представьте, представьте, вот здесь вот. Да, мы сформировали буфер. Мы сформировали буфер. И вот это вот, третий цех ударил Мерфи. Бам, его производительность упала там, ну не до нуля, но 10-20%. Что-то случилось. Пожар, взрыв. Работники забастовали. Ушли на сенокоз. Все заболели. Еще что-нибудь произошло. Начальник цеха, который знает все, что как настраивать, или там самый супер-пупер главный настройщик, который у нас с вами есть, заболел, не вышел на работу, женился, напился. Короче говоря, что-то случилось. А причин может быть много. Причин может быть много. Итак, производительность этого третьего цеха упала до нуля. Ну там, до 20%. Этот работает ограничение, у него есть запас какой-то. Теперь мы восстановили производительность третьего цеха. Что должно, с какой производительностью он должен работать? Причин может быть много. С какой производительностью он должен работать? Он должен работать с производительностью значительно выше, чем ограничение. Он должен восстановить, во-первых, не только дать новые детали в ограничение, но он должен восстановить буфер запасов, который здесь существует. То есть, поэтому мощность ему нужна. Мощность ему нужна. И это касается каждого ресурса. И вот когда ситуация в следующем. Как это описывает Голдард в этой книжке, это как раз вот этот проход этих скаутов, не пионеров, а скаутов. Момент следующий. В конце концов, он поставил впереди самого медленного. Он снял с него всю нагрузку. Там рюкзак, он сковородку тащил, еще что-то там тащил. Короче говоря, обеспечивали ему, как бы, этому самому медленному нормальный ход. Все остальные тащили. Все его вещи там распределились. Но, момент следующий. С каждым что-то случается из ребят. Кто-то споткнулся, упал, кто-то замешкался, засмотрелся там на это, на цветочки, ягодки и бабочки, да, и остановился. Вот. Но вызывает ли это в системе проблемы? Нет. Когда этот человек, который остановился, бегом догоняет цепочку, да, то есть она растягивается, эта цепочка, за счет того, что где-то в середине кто-то остановился. Но он догоняет бегом в период идущих. И те, кто сзади за ним, тоже бегом это догоняют. То есть ресурсов должно быть больше. Ресурсов должно быть больше. И иногда очень значительно больше. Вот. И там говорится так, ну, такой стандартный вопрос. И что эти работники, все остальные, во всех остальных цехах должны сидеть и ничего не делать? Да, должны сидеть и ничего не делать. Идите, подметайте, как бы, этот, красьте забор, там, подметайте территорию завода, еще что-то. Но если придет час Х, вы должны встать у станков и показать максимальную производительность, на что вы способны. Вот. Теперь разберем следующий вопрос. Вообще ограничения, это плохо или хорошо? Ограничения в системе. Вот мы и ищем ограничения. Давайте найдем ограничения в системе. На самом деле ситуация в следующем. Что? И подход такой. Ограничения, это не плохо и не хорошо. Ограничения, это реальность. Просто реальность. Причем неважно. А, как бы, знаем мы об этой реальности, не знаем мы об этой реальности, она просто есть. Это ограничение в системе. Вот. И вопрос здесь в другом. Можем ли мы, можем ли мы использовать это ограничение? Просто оно есть. Мы можем знать о нем, можем не знать о нем. Но если мы его целенаправленно ищем и находим, мы можем его использовать. Да. Можем его использовать. Каким образом мы можем его использовать? А можем его использовать следующим образом. Первое. Я прошу прощения, кое-какие слайды не успел для вас нарисовать. Но я хотел бы обратить ваше внимание, потому что это вот тоже важный момент. Он вообще касается, в принципе, понимания того, как управлять системами. Да. Сейчас, секундочку. Я включу рабочий стол и немножко порисую. Надеюсь, что вы... Так. Так. Плюсик, что рабочий стол виден. Есть маленький, небольшой рисунок. Но, правда, это в книге «Правила Голдрата. Выбор». Это сам Голдрат приводит его. Какая система сложнее? Какая система сложнее? Допустим, такая система. Или вот такая система. Или вот это принципよね. Потому что тема покажет тебя. Допустим, вот так. Какая система сложнее? Это первая система, это вторая. Что сложнее? Вот, да, мнения разделились. И сложнее первая система. Почему? Вот эта первая система сложнее. Потому что нужно, для того, чтобы ей управлять, нужно, да, первое, они не взаимодействуют друг с другом. Для того, чтобы ей управлять, этой системой управлять, нужно прикладывать 4 точки внимания. Да, то есть, 4 точки внимания прикладывать и управлять каждой из этой точкой независимо. Здесь, условно говоря, в этой системе мы можем выделить главную точку, через которую мы можем управлять всей системой. Всей системой. то есть, вот здесь вот 4 точки управления, а здесь одна точка управления. Только одна точка. И теперь вопрос. Чем проще управлять? Второй системой проще управлять. Мы дернули за одну ниточку, дернули за одну ниточку, и каким-то образом реакция пошла по всей системе. Поэтому ситуация в следующем. Не важно, знаете ли вы о том, что есть ограничение, не знаете ли вы о том, что есть ограничение. Ограничение есть в системе. Оно просто есть там. Вопрос такой. Дальше. Если вы смогли выявить это ограничение, вы через это ограничение можете управлять системой и ее оптимизировать. Вот в чем дело. В чем проблема вот здесь? Давайте я на секундочку выключу. В чем проблема вот здесь? Сейчас. Где у нас там был? Да. В чем проблема здесь? Вот, допустим, вот этот слайд. Возьмем. Когда у нас производительности выровнены все. Проблема в том, что мы не знаем, где ударит проблема. Не знаем. Она может ударить в первый, во второй, в третий, в десятый. То есть система абсолютно как бы... Система с трудом регулируется нами. Но на самом деле ситуация такая, что это нам кажется. Потому что там идеально сбалансированных систем практически не бывает. В системе всегда есть ограничения. И для нас сверху, пока мы не ищем это ограничение, не находим, всегда кажется, что это хаос. И момент следующий. Как только у нас с вами есть ограничение, есть это ограничение, да? Мы можем управлять всей системой через это ограничение. Подчиняя всю систему этому ограничению. То есть все внимание руководства, наше внимание, будет направлено вот на это ограничение. Что будет, если Мерфи, ну так скажем, если случайность приключится с любой другим элементом системы? Там вот он перестал работать. Да ничего не случится. Он перестал работать, но он быстро восстановится, потому что ресурсов у него достаточно. Вот. Мгновенное, ну не мгновенное восстановление, но мы переключили внимание на него, да? Он восстановился и все нормально. Основное внимание идет на вот это вот ограничение. Вот. Здесь возникает ошибка очень часто серьезная. Эта идея многим нравится. Оказывается, можно управлять системой через ограничения. И в результате иногда люди делают искусственные ограничения. Зачем? Ну то есть это тоже есть серьезная ошибка. Искусственные ограничения не нужны. Вы должны выявить естественное ограничение, которое пока не снимается. Пока не снимается. Вот. Ну и что еще можно сказать? Интересный момент, который там был. Дело в том, что в конце концов они дошли до четвертого шага. Дошли до четвертого шага и сняли ограничения по станкам. Они там добавили эти станки другие новые, вернее старые, которые были менее эффективными, но тем не менее повысили производительность и сняли они ограничения. Следствием этого являлось, что система наполнилась потоком, товарно-материальным потоком и начали опять происходить вот эти вот затоваривания всего. То есть систему начала вот так вот бить и лихорадить. Пока мы не поймем, где есть ограничения, система будет лихорадить. Как только мы выявим снова следующее ограничение, мы снова опустим и вот как бы до этого дом ограничения и будем действовать. Следующий момент, но в принципе мы его носимо, конечно, уже разбираем. Это расчеты, которые расчеты себестоимости, расчеты пропускной способности. Я просто скажу вот так, потому что это там, конечно, разбирается, что пропускная способность очень похожа на маржинальную прибыль в единицу времени. И по большому счету мы стараемся максимизировать ее. Что является потерями в ограничениях? Причем интересный момент такой важный, что в теории ограничений условно-постоянными затратами является все кроме материалов. Все кроме материалов. И это действительно практически так. То есть в краткосрочном периоде, несмотря на то, что в большинстве заводов заработная плата сдельная, и она действительно считается сдельной, но очень часто в локальном промежутке времени мы не можем эту зарплату снизить, потому что существуют минимумы, которые мы обязаны платить, минимальная ставка, еще что-то. То есть мы не можем ее даже для работников ограничения снизить. Поэтому заработная плата считается условно-постоянной. И какие потери компания несет, если узкое место простаивает? Все вот эти затраты, все условно-постоянные затраты разделить на время работы ограничивающего ресурса, то есть на час. И это будут потери. А на самом деле с учетом упущенной прибыли, ну маржинальной, да, или пропускной способности, потери будут еще больше. Поэтому вот здесь интересный момент. И интересный момент там был такой в книге, еще хочется отметить. Момент такой. В один прекрасный момент появился заказчик, который предложил цену ниже себестоимости. Причем не просто ниже себестоимости, а ниже маржинальной себестоимости. То есть ниже переменных затрат. Вот. И они согласились на эту сделку, но цена была выше, чем стоимость материалов. И они согласились на эту сделку, и это как бы повысило их эффективность еще. Я думаю, что за этот пример Голдрата очень сильно критиковали. Не в плане того, что он не как бы неправильный, да. В плане того, что слепое подражание, вот такому это как, да, там, факир шпагу глотает, вот. И на экране ни в коем случае не это, не пробуйте делать это дома. Вот. Слепая попытка, попытка принять такой заказ, скорее всего, ничем хорошим не закончится. Вот. Здесь нужно очень четко вот исследовать и понимать, как бы, и понимать характер затрат. И понимать характер затрат. Очень часто бывает так, что вот эти вот формулы, это просто отдельная песня, очень часто думают так, что расчеты пропускной способности, вот теории ограничений, они противоречат маржинальному подходу. Это не так. Это одно и то же, по сути дела. Просто нужно четко представлять, что является переменными расходами в каждый локальный момент времени, а что является условно-постоянными. Вот. Вот такая вещь интересная эта книжка. Поэтому рекомендую почитать. Спасибо, что вы были. Вот. Для меня еще раз хочу сказать, что для меня было интересным, вот, необычным. Это всегда резервы мощностей. Должны быть очень, ну, как бы, достаточно большие резервы мощностей, и это идет в противовес общей политике. И это не всегда понимается. Вот. Попробуйте, попробуйте какому-нибудь начальнику вашему сейчас сказать, что у вас должны быть резервы мощностей. Вот. Там, чтобы рабочие сидели, допустим, и ничего не делали час или два из своего рабочего дня. Это, конечно, навряд ли кто-то на это пойдет, но это действительно так. То есть, эффективность системы достигается через анализ основного ее ограничения. Но все остальные неограничивающие факторы должны сохраняться. То есть, нужно очень четко рассчитать, можно рассчитать, какие должны быть вот эти вот резервы. С учетом, да, возможных всяких непредвиденных ситуаций. Вот. Вот таким вот образом. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень рад, что вы были. Если есть вопросы, то, пожалуйста, знак вопроса, и я с удовольствием отвечу. Да, запись будет, она сконвертируется где-то через сутки, через двое, и я выложу и презентацию. Да, спасибо вам большое. Спасибо. Да, до свидания. Так, что планируем еще? Что бы мне хотелось сделать? Не знаю, когда это получится, но очень хотелось. Мне бы хотелось... Вот мы с вами посмотрели, финансовый директор в огне. Три плюсика кто был? Да, спасибо, Андрей Николаевич. Я тоже получил достаточно положительных отзывов, что задача понравилась и проблемы понравились. Это было производственное предприятие. Сейчас торговое. Торговое предприятие посмотрим, но там нужен хороший расчет в Excel. Надеюсь, что дам, что реально приближенная очень ситуация к реальности, которая в реальности была. Ну что ж, да, то есть это будет финансовый директор в огне 2. Тушим пожарной торговли. Елена, зайдите во вкладку «Дополнительные материалы» и посмотрите. То есть там нужно зарегистрироваться, вам придет автоматическое письмо со ссылкой на материалы, запись, решение, задачу. Да, попробуйте решить. Попробуйте. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо за присутствие. Очень рад был вас всех видеть. Желаю удачи. Скоро четверг заканчивается. Пятница и прекрасных выходных. Отдыхаем, набираемся сил. До свидания. Продолжение следует...